В 2020 году Китай планирует завершить построение среднезажиточного общества. В этом же году заканчивается 13-я пятилетка. Внезапная вспышка пандемии принесла беспрецедентные вызовы и проблемы для экономического и социального развития Китая. Однако под грамотным руководством центральных и местных органов власти стране удалось скоординировать профилактические работы и социально-экономическое развитие, благодаря чему были достигнуты выдающиеся результаты в борьбе с распространением коронавируса. Как показывает статистика, влияние пандемии на Китай является краткосрочным и контролируемым, а сложившаяся тенденция к экономической стабильности и долгосрочному улучшению страны остается неизменной. Какие краткосрочные и долгосрочные последствия будет иметь пандемия для экономического развития Китая? Каким образом финансовая политика страны будет способствовать ее экономическому росту? В условиях распространения пандемии в мире и слабого внешнего спроса на китайские товары, как расширить внутренний спрос и повысить потребление в стране? На эти вопросы ответят эксперты. Пандемия вспыхнула внезапно, ее краткосрочные последствия мы имеем возможность наблюдать уже сейчас. И несмотря на то, что Китай стал первой страной после пандемии, кто начал восстанавливать производство и возвращать людей на рабочие места, все еще существует много других неконтролируемых факторов, в частности распространение пандемии в других странах. В контексте глубокой интеграции глобальной производственной цепочки, количество заказов из других стран будет, безусловно, сокращаться в ближайшие месяцы, что окажет влияние на внешнеторговую деятельность Китая, занятость, налогообложение и развитие экономики в целом. В то же время спрос на некоторые отрасли, связанные с реагированием на пандемию, заметно возрос, особенно на производство масок, защитных костюмов, термометров для других стран. Также некоторые предприятия переквалифицировались, чтобы производить больше медицинских материалов. Это свидетельствует об огромном потенциале китайской промышленной отрасли. С другой стороны, выросла цифровая экономика за счет спроса на электронные платформы госуслуг, видеоконференции, онлайн-встречи, онлайн-образование, онлайн-туризм и так далее. Это также способствовало преобразованию функций правительства и изменению в режиме работы компании. Но в целом восстановление экономики еще займет немало времени. Во-первых, влияние пандемии на экономику огромное. Можно разделить это влияние на две категории. Первая включает прямое воздействие пандемии на Китай. В начале эпидемии мы установили усиленный контроль за потоком людей в стране, из-за чего остановилась экономическая деятельность, так как экономическая деятельность – это процесс взаимодействия между людьми и продуктами экономики. Вторая категория заключается в следующих аспектах. Во-первых, внешнеэкономическая деятельность остается ограниченной, так как некоторые виды импорта и экспорта, включая и международные деловые обмены, оказываются в трудном положении. Во-вторых, многие страны ввели строгие меры по профилактике и борьбе с пандемией, что привело к резкому снижению темпов экономического роста в этих странах. Китай является важным игроком на новой торговой арене, а из-за вышеприведенных причин спрос на некоторые китайские товары в мире может резко упасть. Таким образом, несмотря на все усилия по восстановлению производства в Китае, если сократится внешний спрос, то последующие меры по восстановлению экономики столкнутся с проблемами. С этой точки зрения, темпы экономического роста в этом году будут показывать тенденцию к снижению. Какой будет эта нисходящая тенденция? Это будет зависеть от направления политики во втором полугодии. На созыве двух сессий, возможно, будет предложен план макроэкономической политики на определенный период, в особенности, что касается увеличения финансирования расходов. Таким образом, это может стимулировать экономическое восстановление Китая. Мы ожидаем темпов роста ВВП в размере от 3 до 5%. Чтобы сгладить негативное влияние пандемии, на экономику многие китайские провинции в последнее время выступили с крупномасштабными инвестиционными планами общим объемом инвестиций более 30 триллионов юаней. В связи с этим эксперты заявили, что увеличение инвестиций на центральном и местном уровнях является важной частью экономического контроля и поддержкой для устойчивого роста в этом году. В какие сферы будут направлены финансовые средства? В этом отношении имеется два аспекта. Во-первых, стимуляция роста потребления и, во-вторых, инвестирование. Что необходимо предпринять для поддержания роста потребления? Нам нужно сохранить уровень занятости и доходов населения. Это может включать предоставление субсидий для потребления. Как только уровень занятости будет восстановлен, у населения будут средства для покупки товаров. Тем самым будет поддерживаться экономический рост. Это очень важно, так как потребление в Китае в 2018 и 2019 годах составляло 60% от ВВП. Также часть инвестиций необходимо направить в инфраструктуру. Такие инвестиции делятся на две категории. Во-первых, это инвестиции в традиционную инфраструктуру. Некоторые центральные и западные, а также сельские регионы Китая имеют традиционную инфраструктуру, включая автомагистрали и другие объекты. Если они изначально находились на низком уровне, то здесь есть большое пространство для вложения инвестиций. И, во-вторых, для цифровизации нужна новая инфраструктура. Здесь нам надо увеличить количество инвестиций, так как такая инфраструктура, включая технологию 5G и облачные вычисления, может улучшить технологические возможности Китая. Необходимо также повысить уровень финансирования сферы информатизации и цифровизации. В настоящее время эпидемическая ситуация в стране взята под контролем. Производство и промышленность полностью возобновили работу. Эксперты говорят, что ряд чрезвычайных мер, принятых правительством, является целенаправленным и имеет положительные результаты. Восстановив производство и обеспечив людям средства к существованию, можно говорить о стабильном социальном развитии страны. В то же время восстановление экономики Китая, как первый из стран, справившиеся с эпидемической ситуацией, является собой позитивный пример для других государств. Восстановление экономики Китая в первых из всех стран имеет положительное значение для глобальной борьбы с эпидемическими последствиями. Например, некоторые западные и развивающиеся страны имеют относительно слабые производственные возможности и возможности сбыта. Китай в этом отношении выполняет важную функцию, поставляя большое количество медицинских материалов, лекарств и оборудования для борьбы с эпидемией. С другой стороны, эпидемическая ситуация в странах развивается разными темпами, и прерывание производственной цепочки и системы разделения труда может привести к всеобщему обвалу. Китай, как крупная страна-производитель, играет ключевую роль в этом отношении и обладает мощным комплексным потенциалом. Возобновление производства в Китае, как первой стране после пандемии, несомненно, сыграет положительную роль в экономическом восстановлении и других стран. В то же время Китай активно расширяет свою открытость миру и выступает за укрепление сотрудничества между странами, что также является положительным фактором для предотвращения популизма и протекционизма в разгар пандемии. Эксперты заявляют, что методы профилактики и борьбы с пандемией в Китае являются ведущими в мире. Вместе с возобновлением производства был сформирован набор эффективных методов управления и контроля, чтобы обеспечить стабильное функционирование экономики. Что касается восстановления производства, то полноценное функционирование промышленной сферы уже не за горами. Производственная цепочка в Китае также была успешно запущена. Какое значение в мире имеет китайская производственная цепочка? С какими проблемами и вызовами она сталкивается на данный момент? В целом, наша обрабатывающая промышленность занимает первое место в мире. Соответственно, комплексность и полнота нашей производственной цепочки также является передовой. Некоторые технологии и звенья также считаются высококлассными. Однако общий уровень все еще остается средним. Эффективность технологий по-прежнему невысокая. А в глобальном разделении труда мы все еще в значительной степени зависимы от западных стран. С одной стороны, мы должны укреплять международное сотрудничество. С другой стороны, должны повышать конкурентоспособность собственных внешнеторговых компаний. Пандемия стала важным фактором, подтолкнувшим экономические преобразования в Китае, ускорила развитие цифровой экономики и снизила зависимость отечественных предприятий от мировой системы разделения труда. В Китае сложилась своя система распределения труда, а также имеется большой рынок и заложенные основы для технологических инноваций. Вместе с тем, мы решительно настроены к реформированию, поэтому мы продолжим оптимизировать структуру и бизнес-среду. Будущий рынок внутреннего спроса является нашей основной целью. В чем сейчас заключается проблема? Эпидемическая ситуация во многих странах все еще остается напряженной. Это оказывает влияние на нашу производственную цепочку в двух аспектах. Во-первых, спрос резко упал. Теперь, когда производство в стране возобновилось, некоторые товары производятся в избыточном количестве. Нам, возможно, необходимо дождаться других стран. Мы движемся быстрее их. Они за нами не успевают, поэтому и наше общее восстановление несколько затруднено. Во-вторых, наша производственная цепочка включает процесс добычи и переработки. Китай возглавляет эту цепочку. Последнее звено состава и сборки принадлежит ему. Некоторые компоненты все еще импортируются из-за рубежа, что влияет на производственную цепочку, в частности в области электронных компонентов. Если производственные мощности других стран не могут быть гарантированы, то и наши производственные мощности пострадают. Можно видеть, что в глобальной производственной цепочке все связаны. Никто не может существовать отдельно от нее. Кроме того, добавленная стоимость нуждается в дальнейшем улучшении. В производственной цепочке много продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые являются крайне важными и которых нам может не хватать, в особенности в электронных компонентах. Это означает, что Китаю необходимо увеличить инвестиции и исследования в области фундаментальных наук и на начальном производственном уровне. Эти базовые исследования и разработки могут занять и 10, и 20 лет, и даже больше, чтобы мы получили преимущество в этих областях. Нам нужно больше инвестиций и времени. Эпидемия заставила нас осознать, что наше направление трансформации и модернизации было верным. В будущем мы продолжим наращивать инвестиции в эту область и укреплять конкурентоспособность наших предприятий. С 2008 года степень зависимости экономики Китая от внешнего спроса значительно снизилась, но эксперты говорят, что внешний спрос по-прежнему очень важен, потому что многие производственные цепочки составляют импорт сырья, внутреннее производство и экспорт за рубеж. Хотя вклад внешнего спроса в китайский ВВП невелик, однако он привел к созданию большого количества рабочих мест и принес прибыль местным правительствам. Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Китае взята под контроль, а экономическая деятельность постепенно возобновляется в других странах, распространение коронавируса пока сдержать не удалось. Внешний спрос на китайские товары ослабел, а неопределенность на экспортном рынке продолжает расти. На этом фоне особенно важно расширять внутренний спрос и увеличивать внутреннее потребление. Нам необходимо и дальше увеличивать внутренний спрос, который способствует нашему самостоятельному развитию. Важным аспектом расширения внутреннего спроса в этом году являются государственные инвестиции. Государственные расходы должны быть увеличены, чтобы стимулировать рост внутреннего спроса. Необходимо также поддерживать потребление, чтобы у населения было желание приобретать товары. Чтобы сохранить уровень потребления, нужно выполнить два аспекта. Во-первых, поддержать занятость. Если нет определенности в отношении работы и дохода, то сложно получить высокий уровень потребления. Во-вторых, нам нужно развивать новые виды потребления. Однако в краткосрочной перспективе рост потребления по-прежнему упирается в государственные инвестиции во второй половине года. С этим сталкиваются и другие страны. Что касается общей стратегии, мы и дальше будем расширять открытость и углублять реформы, в частности в регионе Сиан. Также будут расширяться инвестиции и торговля в странах, расположенных вдоль одного пояса, одного пути. Мы можем помочь этим странам улучшить свои возможности в области здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также провести рациональное размещение промышленности. Китай продолжит выступать за международное сотрудничество на уровне ВТО и на уровне глобального управления, чтобы успешно исполнять роль ведущего и ответственного государства. Субтитры создавал DimaTorzok